Россия, Норвегия, Канада, США. Это вовсе не список участников чемпионата мира по футболу. Это государство, в сферу интересов которых входит Арктика, ее несметное богатство и экономический потенциал. Оно и понятно. Там за горизонтом едва ли не четверть мировых запасов углеводородов, нефти, газа, газоконденсата, огромные биологические ресурсы, перспективное судоходство. Права на все эти векторы развития необходимо обосновывать, защищать, при этом не ущемляя интересы партнеров. Как раз для конструктивного диалога, выстраивания отношений существуют крупные международные площадки. Одна из них – форум «Арктика. Территория диалога». Архангельск вновь примет его в 2019 году. Впрочем, основа для будущих дискуссий закладывается уже сегодня, на других, не менее важных встречах и переговорах. Этой теме мы и уделим внимание в очередном выпуске программы, которая так и называется «Арктика. Территория диалога». С вами Алексей Карельский. Мы начинаем. Сегодня в программе. От обсуждения к реализации. Перспективы активного использования Северного морского пути и строительства Белкомура становятся более осязаемы. От экспертизы к воплощению в жизнь. Проект глубоководного района Порта Архангельск получил высокую оценку на федеральном уровне. Судостроение и поддержка бизнеса. Расставляем приоритеты и обсуждаем преференции для предпринимателей. 17 тысяч участников из более чем 140 стран. Сотни соглашений на триллионы рублей. Такими цифрами может похвастаться, пока вы не Архангельский, а Петербургский международный экономический форум. Делегация по морю во главе с губернатором Игорем Орловым приняла в нем активное участие, отстаивая интересы по морю, в том числе в деле освоения Арктики. Тема эта общегосударственная, поэтому неудивительно, что в рамках дискуссионной программы на форуме обсудили арктический потенциал и развитие Северного морского пути. И здесь нельзя не отметить соглашение, которое наш регион подписал с компанией «Софракт». «Северный морский путь» – это не просто некая линия на карте, это целый ряд очень важных решений с точки зрения управления потоками, пониманием сути происходящего, каждый отрезок времени на «Северный морский путь». «Софракт» как профессиональная компания, которая понимает, что такое эксплуатация морских линий, сегодня входит с очень важным проектом создания ситуационного центра в городе Архангельске. «Занимаясь Арктикой, нельзя не замечать Архангельск. Мало того, что у него есть хорошие перспективы для развития транспортного комплекса и участия в развитии инфраструктуры на трассах Северного морского пути, так у Архангельска есть и прекрасное настоящее. Он уже сейчас является центром, собственно говоря, если пусть не грузопотока, но по крайней мере центром компетенции арктических». Совместно с Российским экспортным центром будет создана комплексная система поддержки несырьевого экспорта в Архангельской области, от легкой промышленности до биотехнологического кластера. Это в перспективе. Впрочем, тот же «Севморпуть» уже начинает понемногу оправдывать ожидания. Только один пример. В августе 2017-го теплоход «Гармония» доставил из Владивостока в Архангельск 3000 тонн свежемороженной рыбы. Переход занял 14 дней вместо 30 по железной дороге и был признан экономически выгодным. Интерес к грузоотправителям растет. Неудивительно, что участники дискуссии назвали «Северный морской путь» драйвером экономического роста. Впрочем, наряду с очевидной выгодой делегаты обсудили и существующие проблемы. Закон об Арктике, несмотря на все уверения доработать его в июне, до сих пор не внесен в Госдуму. А ведь именно он должен не только регламентировать хозяйственную деятельность в регионе, но и определять будущее людей, проживающих на этой территории. Есть нюансы и с портовой инфраструктурой. Темпы ее развития, по мнению некоторых экспертов, пока отстают от желаемого объема перевозок. А потому суэцкое направление все еще остается приоритетным для многих судоходных компаний. В свою очередь, их представители уверили в том, что грузы пойдут, когда будет гарантирована качественная проводка судов. В этом плане, в отличие от закона об Арктике, перспективы более осязаемы. В том же Санкт-Петербурге сейчас строятся три ледокола – Арктика, Сибирь и Урал. И это основа ледокольного флота для круглогодичной проводки судов. Что же касается портовой инфраструктуры, то и здесь есть движение вперед. На состоявшемся в Москве Всероссийском водном конгрессе проект строительства глубоководного района порта Архангельск прошел так называемый инфраструктурный тест-драйв. Эксперты присвоили наибольшее число баллов таким показателям проекта, как инвестиционная привлекательность, распределение рисков, эксплуатационная эффективность и маркетинг. Также были отмечены хорошие предпосылки для реализации проекта. Это загруженность Октябрьской железной дороги и, опять же, динамичное развитие перевозок по Северному морскому пути. Грузооборот к 2035 году прогнозируется на уровне 38 миллионов тонн в год. Флагманскими должны стать терминал по перегрузке минеральных удобрений и газового конденсата. Наибольший экономический эффект проект даст при условии строительства железнодорожной магистрали «Белкамор». Все на том же Петербургском экономическом форуме между компанией «Белкамор» и Евразийским банком развития было подписано соглашение о намерениях на сумму почти в 280 миллионов рублей. В проект наконец-то пошли реальные деньги. Генеральный директор межрегиональной компании «Белкамор» Владимир Щелоков пояснил, почему проект выгодит не только бизнесу, но и государству. Инвестор начинает строить все за свои деньги, проектировать и строить. Если мы берем точку отчета, предположим, в 2019 год, то через 5 лет дорога поедет. На мощность самоокупаемости дорога выйдет через 11 лет. Вот на эти 11 лет государство должно будет изыскать 64,6 миллиардов рублей в качестве минимального гарантированного дохода, предусмотренного законом о концессиях. Для того, чтобы инвестор каждый год ритмично получал свою долю возвратности. При этом есть еще один нюанс. На этапе строительства, когда государство не вкладывает ни копейки, денежные средства уже государство генерирует за счет НДФЛ, которые будут платить работники, за счет налога на имущество НДС и прочих видов налогов, которые будут возникать. Кроме того, это рабочие места, это масса других вопросов, социальных чисто. Тем самым, по нашим расчетам, только на этапе строительства будет собрано налогов, вот за эти годы, примерно 65-66 миллиардов рублей. То есть практически для государства все будет в ноль. Оно за эти 6 лет собирает налоги, потом за 11 лет эти налоги возвращает. Это несколько примитивная, конечно, схема, но смысл примерно такой. А потом, с 2011 года, государство начинает получать чистую прибыль. Если следовать существующей финансовой модели, то через 11 лет государство не только вернет те самые 65 миллиардов, но и получит сверху за счет провозной платы 186 миллиардов, а за время действия концессии и вовсе 1 триллион 300 миллиардов. Тогда возникает вопрос, почему при такой очевидной выгоде проекта он долгие годы проставил? И на это у Владимира Щелокова тоже есть ответ. Были сомнения по поводу грузовой базы. Не будет ли он конкурировать с северным широтным ходом? Не будет ли он уводить грузы с Мурманского транспортного узла? Потому что развивать надо все. Надо развивать и там, и там, и там. Чем больше портов разных и нужных, тем лучше. Чем больше дорог, тем лучше. Но грузовая база, как считали специалисты, и некоторые до сих пор считают, она одна и та же, она не будет развиваться. В чем здесь ошибка? Их ошибка. Этот проект генерирует создание новых предприятий, новых грузов. В наших расчетах, и это подтверждено письмами, позициями субъектов Российской Федерации, показано, что 40% грузов, это грузы приростные, новые, которые не появятся, если не будет дороги. В случае реализации проекта происходит мощнейший рывок региональных экономик. Прирост валово-регионального продукта в Архангельской области, в Республике Коми составит примерно 5,6%. Акционеры проекта в основном сами регионы. Впрочем, поиск инвесторов продолжается. В качестве ключевых рассматриваются партнеры из Китая. Компании с Поднебесной уже участвуют в проекте по сжижению природного газа Ямал-СПГ и к Белкомуру проявляют интерес не первый год. При этом взаимоотношения с ними выстраиваются не только в плоскости бизнеса. В этом году Северно-Арктический федеральный университет наладил деловые связи с Харбинским инженерным университетом. Не так давно делегация из Китая посетила Архангельск. В ходе рабочей встречи стороны обсудили варианты сотрудничества в сфере экономики, экологии, инженерных технологий и судостроения. И в частности, предварительно договорились создать на базе Севмашфтуза Центр изучения морской экономики. Проект, по словам инициаторов, будет связан с экономикой перевозки грузов, по новому шелковому пути. Именно так называют Севморпуть в Китае. Кроме того, партнеры будут заниматься совместными исследованиями в сфере строительства морской техники, вопросами логистики. Тему судостроения совместных проектов в Арктике намеде обсуждали в студии программы «13 этаж». Ее гостем стал известный политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремецов. Помимо прочего, он представил свое видение, место и роли Архангельской области в арктической зоне Российской Федерации. Сегодня это, во-первых, наиболее индустриально развитый крупный регион из арктических регионов. Много ли у нас вообще территорий в стране, которых есть космодром, которых есть мощнейшие судостроительные мощности, которых есть важные элементы добывающей промышленности. То есть регион многопрофильный, с все-таки достаточно разнообразной диверсифицированной экономикой, многоукладной, как говорим. И это определяет его своеобразие в ряду других арктических регионов, которые, конечно, необходимо использовать. Потенциал развития, наверное, связан с дальнейшим развитием переработки в смысле леса и рыбы. И там, и там есть возможности, компетенции, хорошие шансы. С дальнейшим развитием судостроения в части диверсификации, потому что все-таки в основном Архангельская судостроительная группа это военное кораблестроение. И сейчас стоит очень острая задача диверсификации в сторону гражданских рынков. Интересно, что реализацию гражданских проектов оборонными предприятиями обсуждают и другие эксперты, в том числе участники Международного судостроительного форума, который прошел в Архангельске. Среди других задач – создание в регионе научно-образовательного центра мирового уровня, в основе которого – взаимодействие университетов и бизнес-структур. Научно-образовательный центр, который заявлен как стратегическая цель Российской Федерации, именно 15 таких центров президент поручил создать до 2024 года, абсолютно реально здесь, в Архангельске. База есть, ресурсы есть. Все, что касается новых технологических применений в этом вопросе, для нас абсолютно, кажется, понятно, мы можем этот центр создавать. Появление подобного центра в Поморье, по мнению многих, даст толчок и к развитию судостроения. Кстати, еще одним важным решением стало соглашение о сотрудничестве Архангельского тралового флота и Северодвинской звездочки. Вместе они будут развивать рыбопромысловые и судостроительные проекты. У Архангельского тралового флота это строительство судов для добычи рыбы, для добычи крабов, строительство рыбоперерабатывающей фабрики. У нас проекты, мы планируем участвовать в арктических нефтегазовых проектах, планируем совместно с ними реализовывать эти проекты. Участники форума обсудили также современные практики судостроения и меры государственной поддержки. Кстати, именно о мерах поддержки пошла речь на еще одной дискуссионной площадке в форуме малого и среднего предпринимательства, который также состоялся в САФУ. Мы уже говорили о том, что ведение бизнеса в наших приарктических широтах сопряжено с рядом трудностей, будь то высокие энерготарифы или северные надбавки, которые ложатся тяжелым грузом на предпринимателей. Поэтому задача государства, региональной власти, институтов развития создать комфортные условия для деловых людей и для инвестиций. Один из шагов в этом направлении как раз и обсудили на форуме. Дискуссия о системе поддержки бизнеса свелась к одному, но ключевому вопросу – созданию так называемого «единого окна для предпринимателей». О необходимости его внедрения говорил губернатор региона Игорь Орлов в своем послании областному собранию. Разработкой проекта занимается Корпорация развития Архангельской области совместно с представителями бизнес-сообщества и власти. Дело в том, что сегодня предпринимателю приходится обходить несколько инстанций, чтобы получить помощь в различных вопросах – будь то субсидии, земельные участки, аренда либо покупка помещений. При этом и сама информация о видах поддержки бизнеса не упорядочена. Система «Единого окна» призвана решить эту проблему. Речь идет о поддержке малого бизнеса, сделать систему, которая будет в режиме именно одного окна, с одной точки входа, для того, чтобы предпринимателям было удобно получать те услуги, чтобы они приходили к своим проектам и могли получить полную информацию и, соответственно, все меры поддержки, которые сегодня предлагаются как на региональном, так и на федеральном уровне, применить в отношении своего проекта. Объединение различных институтов развития как минимум сэкономит предпринимателям время и нервы. К тому же «Единая организация» – это еще и сокращение управленческих расходов. Предприниматели подобную инициативу поддерживают. Система «Одного окна» была бы намного эффективнее, только потому что приходится очень много инстанций обхаживать. Постоянно это сюда сходило, туда сходило. Это большие сложности. В ходе дискуссии прозвучал и ряд рекомендаций. Так представители делового сообщества хотели бы получать в этом «Едином окне» долгосрочный прогноз развития по тем или иным направлениям, чтобы оценивать перспективы ведения бизнеса. Проект будет оформлен с учетом пожеланий предпринимателей, а первые результаты рассчитывают получить к концу года. До конца года пройдет еще немало мероприятий, так или иначе связанных с Арктикой. А значит, ни много ни мало с нашим будущим. Будет что обсудить. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...